Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы немножко прогуляемся по паркам Тацминда. На самом деле мы ехали в другое место, которое открыли в прошлом году. Это пешеходная тропа недалеко от Тацминды, где разные водопады и вообще красота. Я сейчас вам ее покажу. Но там закрыто из-за камнепадов, и, к сожалению, мы не смогли сюда попасть. А так как рядом Тацминда, то уж, чтобы не пропадал день, заехали на Тацминду и зашли в парк. Так что всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Прогуляемся мы немножко, чуть-чуть пройдемся. Как я уже говорила, направлялись мы в этот день в каньон Цавкиси. Давно туда собирались, и вот, наконец-то, поехали. Точных координат у нас не было. То есть у нас координаты были, даже Google координаты. Но дело в том, что карты Google эти координаты не воспринимали. А я просто знала, что это находится где-то у парка Тацминда. Но когда мы подъезжали уже к развилке, которая ведет одна к парку, а вторая в Коджоре, даже спрашивали там в магазине, у рабочих, где это находится, но никто ничего не знал. Никаких указателей вокруг по всей дороге, по горе, ни одного указателя на этот каньон не было. В конце концов, мы даже доехали до деревни Цавкиси, и на всей протяженности дороги останавливались, спрашивали в разных местах, никто ничего не знает и никто ничего не слышал. А это место уже существует, ну, года два, может быть, даже три. В конце концов, я уж уточнила у своей знакомой, где точно находится это место. И потом мы на карте уже вручную нашли, куда надо ехать. Это находится по дороге в парк Тацминда, но не доезжая развилки к парку, достаточно далеко от этой развилки, будет новая дорога влево, но никаких указателей там нет. Вот надо свернуть на ту дорогу, которая резко уходит так под гору, и там сразу будет виден этот каньон с парковкой, но, к сожалению, он был закрыт. Удалось снять только немножко у входа в каньон. Ну, а пока мы с вами движемся по лабиринту старых улочек Тбилиси. Помню, как в первые годы жизни в Тбилиси я боялась запутаться в этом районе. Навигаторов тогда еще не было. Как вы видите, солнце очень слепит в камеру, стекло запотело от кондиционера, и дальше снимать улицы я больше не стала. Хотела показать новое место туристическое. Называется ущелье Тавкиси. Здесь велосипедная пешеходная дорожка, но почему-то все это закрыто. Во-первых, мы их нашли. Координаты не берет гугл. Никто ничего вокруг не знал. Такая пешеходная тропа. Я знаю, что она опять в километрах. Ну, в обе стороны. Ой, сейчас я упаду. По ущелью. Там, видите, мост старинный вообще. Находится все это в стороне Тацвинды. Но все это закрыто. Ну, там она идет, дорожка туда, налево, направо. Такие виды красивые. Но, к сожалению, не работает. Здесь такой паркинг оборудован для машин. Но, к сожалению, я столько собиралась сюда приехать. Наконец-то мы собрались. И это все закрыто. Вот там внизу ущелье. Вот мостики видно. Над рекой мостики. Но, к сожалению, погулять не удалось. Ну, раз каньон был закрыт. И в этом месте рядом больше ничего такого особенного нет. Кроме парка Тацминда. Ну, поэтому решили зайти в парк. Тоже долго думала снимать или не снимать. Потому что снимала недавно. Но решила немножко поснимать. Весеннее видео из пантеона Тацминда и парка можно посмотреть по ссылке на канале. Сейчас смотрим на город. Немножко пройдемся, может быть, по паркам Тацминда. Так-то я его снимала уже много раз. В мае месяце последний раз. Нет, в апреле. Ну, сейчас у нас июль. Сегодня 11 июля. На улице опять 35 градусов жары. Я сейчас нахожусь у колеса обозрения. Кстати, кому интересно, то в колесе и кабинках есть кондиционер. Иначе там невозможно было бы находиться в таком жаре. Стоимость одного круга на колесе обозрения 10 лари. Здесь люди немного есть. Конечно, сейчас морской сезон. Они тбилисский. Но туристов в городе очень много. Очень-очень-очень-очень. Так что немножко прогуляемся по летнему парку и посмотрим. Угадайте, на что я навела камеру. Это у нас филармония. А дальше там стадион Динамо. Чуть повыше. Вот он. Вот так хорошо отсюда все видно. А вот это прямо, посмотрите, это здание вокзала. Тут на бугре тропинка. Там сейчас люди ходили. Оттуда видно левую часть города. Так, я иду под кольцом обозрения. Из кондиционера на меня накапала. В этот день в парке нам встречались только одни туристы. Смотрите, какие здесь сделаны лежаки с видом на город. И здесь тень. Ложишься и любуешься городом. Так, собираемся куда-то идти не в парк, а по какой-то тропе. На какой-то пригорок. Не знаю, речемся ли. Вот, посмотрите, тут такие тропиночки. Мы, конечно, никуда не пойдем. По ним можно дойти до Черепашьего озера. Там указатель есть наше сад. Косат. Там. Сгостишь? Да, да. И здесь такие гамачки. О, кальянчик даже стоит. Пуфики. Тут не видно, что тут кафе. И вот там указатель. Сейчас я к нему подойду и почитаю, что там написано. Направо пойдешь, в сказку придешь. Налево пойдешь. Не знаю, куда придешь. Садались. А, вот. Вот здесь такие указатели. На левом Тацмин-Дис-Пантеоне. Направо Кустба, Серепашьего озера. И гура Арчиулишвили улица. Не знаю, где такая улица. И здесь вот такие заросли. И телебашня. И вот пошла тропиночка. Еще раз вам покажу. Это местечко. Гамаки. С видом на город. Карусель. И здесь ресторан. Грузинский топ кухни. С красивой отделкой такой. Пожалуйста, кто хочет пострелять. Ефир. Он здесь не один, кстати, на территории. А за этим забором находятся динозавры. Вход туда платный. И поэтому сделали глухой забор. А помню, когда забор был прозрачный, можно было смотреть. Но чтобы не подглядывали, оплатили деньги. вон там, если слышно звуки. еще один тир. Еще один тир. потому что на youtube я по-моему это не выкладывала и здание ресторана фуникулер сейчас вид на город с другой стороны сегодня небольшая дымка и небо не такое синее но все равно все очень хорошо видно здание фуникулера их жалко что не удалось погулять по ущелью этому вместо релакса что у нас уже лилии и подвятшие розочки я все люблю мтацмин до парк очень много мы здесь гуляли с сыном в детстве когда он был совсем маленький сейчас я сама с ним вдвоем приезжала и мы тут гуляли или еще с мужем тоже прям традиция была съездить в парк здесь просто ему погулять в тени и по дорожкам так-то аттракционов здесь не очень много и мы не любители аттракционов ой когда иногда хоть чуть подувает ветерочек сразу становится лучше так вот центральный вход фуникулер и центральная лестница парка парку в этом году 85 лет он открылся в 1939 году так что в этом году юбилей моей маме тоже был юбилей она тоже с 39 года моей маме 85 лет тут местечко тоже очень красивое здесь дом бракосочетаний слушаем звуки природы смотрите здесь контактный зоопарк а я никогда не замечала мельница красиво конечно платной мы не будем заходить здесь такой вход на 10 лари один человек 10 лари да он сказал я зашла на улицу где детские аттракционы и здесь такой бассейн классный с горками вот там бочка наверху наполняется водой когда она наполнится то перевернется ой сейчас так жарко что так и хочется туда в воду вот спереди аттракцион выглядит так здесь горочка сейчас бочка навелась у меня в это время камера была выключена никогда не знаешь когда она перевернется вот дождалась я бочку с этой стороны змейка паровозик здесь можно рисунки на лице сделать здесь детской машинки а для более взрослых в другом месте здесь аттракционы для малышей лодочка и для скалолазания вышка здесь тоже детские карусельки пчелки а вот здесь просто такие качалки для маленьких садишься на машинку она качается центральная площадь парка и это центральная улица такая сказочная здесь кафе конечно падающие домики визитная карточка парка и идем по центральной улице где различные кафе и сувенирные магазины и еще павильон выставки ласковых фигур вот здесь выставка ласковых фигур и жан-пу поль бельмондо встречает у входа это центральный вход в парк сверху солнце ушло за облако ой а мы не туда я хочу снять вот те лодки а ну пойдем хочу снять лодки аттракцион он зимой потому что не работает и весной вот отсюда даже лучше видно такой аттракцион есть классный сейчас если они пойдут на второй круг или другие пойдут я сниму да вот лодка пошла на второй круг второй круг по моему вот с большой горки съезжают сейчас посмотрим что с ними будет так вот там наверху уже есть одна лодка а вот это они вернее есть вот сейчас они будут большой а вот вторая лодка едет супер одна лодка окатила вторую сейчас на секундочку загляну уже сюда вот центральная площадь перед входом в парк прям туалет но он сегодня не функционирует вот здесь можно так пройти здесь вот такой спуск ой это не совсем лестница вот лесенка в которой мы спустились и выходим из парка водопад средний почему-то не работает хотя очень жарко должен бы работать как будто в пещере если вы так снимать как будто мы в пещере в парк ходит прямо городской автобус и он довольно часто сейчас только что один автобус объехал и вот уже едет второй автобус и давайте покажу центральный вход в парк когда-то он был ярко-красного цвета но постепенно краска выцвела и стало так ну по-моему губки девочки там подкрасили это ребенок великанов из грузинских сказок летом в тбилиси очень много туристов из арабских стран если зайти в торговый центр то там будут преобладать в общем-то я бы сказала именно эти туристы и также на проспекте Руставели их очень много потому что они живут в основном в той гостинице билд морд билиси и еще они любят вендис именно не макдональдс а вендис когда едешь куда-то по дороге то они всегда едят вендис а вот здесь все вставлено машинами там прямо за шлагбаумом еще одна парковка платная но все ставят машины всегда вот так по дороге все на этом я буду заканчивать нашу сегодняшнюю небольшую прогулку всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии делитесь видео с друзьями до новых встреч